Девушки отдыхают Первый вопрос у нас к вам будет такой Существует версия, что вокалист известной группы Doors не умер И до сих пор нормально проживает в какой-нибудь богополучной стране Что вы на это можете ответить? Ну, Джимми Моррисон, ну конечно, Джимми Он был очень крут И возможно, да, его куда-нибудь занесло В какой-нибудь, не знаю, в Колумбию Может, он там лежит на мешках с кокаином И там его нюхает постоянно Тем самым поддерживая свое благополучие Может, если он бросит, то он сразу скрипанет Ну как, Джимми, он вообще-то сидел-то на ЛСД Ну, там можно кайфы поменять иной раз На ЛСД Джимми сидел? Ну конечно, он же ЛСДшник был вообще махровый Вот как раз самый рассвет ЛСД был в то время Когда Джимми там был А так, вообще, официальная версия Джим Моррисон от чего умер? Ну как, он от передоза умер А, от передоза? Ну конечно Элвис Пресли, Джим Моррисон, все вроде... Элвис вообще улетел на Луну или на Марс А, на Луну улетел Ну куда-то он туда, в космосе где-то Ну то есть, короче, вполне возможно, да? Может быть Блин, я вот вообще не отрицаю такой возможности Вот честное слово Вполне так оно и есть И нахер То есть, возможно даже, что у тебя тоже может быть такое Произойдет, что ты когда уставишь от всего... Да со мной такое сто пудов произойдет Я даже не рассматриваю другие варианты То есть, блядь, определенно, уже Колумбия, кокаин, рядом Джим Моррисон Да, космос, космос И Come and Baby Like My Fire И Come and Baby Like My Fire Сисястые негритян, что там Ну да, да, да Я просто текстом не помню, так бы Ну главное, что Come and Baby Like My Fire А сейчас сцена на спиртное варне Довугорка, остановка Кургас В 80 рублей Перелитый кресток Цветаева-Симашка 80 рублей Улица Горького, остановка 19-я школа 85 рублей Самогон и Мишутки 70 рублей Цены ровные Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас в гостях Фельдшер скорой помощи Павел Здравствуйте Здравствуйте, Виталий Николаевич Здравствуйте, уважаемые зрители Да, Павел, здравствуйте Здравствуйте Я как голос за кадром Хочу вот вам задать несколько вопросов Вот скажите, пожалуйста Паша Вот если бы вы сегодня вдруг встретили Гиппократа Что бы вы попросили его изменить в тексте его знаменитой клятвы? Ох, я бы, наверное В тексте-то ничего бы и не попросил изменить В силу того, что там очень все грамотно рассказано и прописано Единственное, я бы попросил его в принципе не заставлять людей Нынешних врачей, точнее даже Давать эту клятву Потому как ой-ой-ой и ай-ай-ай Все творится в нашем мире сейчас непросто Потому что даже врачи Врачи, мне кажется, скоро станут учиться заочно Все к этому идет И это будет самым страшным кошмаром вообще на земле Нет, так врач-заочник Да, вот это вот нонсенс, конечно, пока что Но... Как бы новый нонсенс Врач сейчас учится за деньги Это сто процентов Потому что сейчас за деньги учатся все В том числе и врачи В институтах, училищах, неважно где Ну вот скоро, мне кажется, мы можем докатиться до врачей-заочников То есть ты, Павел, хочешь сказать Что сейчас вот врачи как бы не особо квалифицированы Вот осталась старая гвардия, вот она еще лечит Вот олдскул, который есть Такого, скажем, уже Кто-то на пенсии работает А кто-то без пенсии Кто-то предпенсионного возраста Вот этот вот олдскул, который остался Да, они действительно врачи Они действительно лечат А вот молодежь, единицы соображающих людей И это очень печально Один вот мой знакомый врач, ну доктор Вот он дважды дежурил в новогоднюю ночь Вот он сравнивает русский Новый год С битвой под Москвой 1941 года Так как он был удивлен количеством жертв И характером их ранения В ночь с 31 декабря на 1 января Что ты вот об этом думаешь? Ну это неудивительно Потому что, ну даже не то, что неудивительно Скорее в отношении русского Нового года Это неизбежность Причем характер ранений Он зачастую серьезный Но совершенно нелепые теологии всего этого Потому что наш русский брат Напившись в водке Он любит наспор там втыкать в себя Различные польщережущие предметы Безусловно Так как это у нас скользкое время года Зима, да То есть у нас достаточно суровый климат В это время Нелепость пьяного человека на льду Она оставляет, конечно, за собой Плачевные, наверное, последствия Поэтому вот это сравнение Оно действительно Плюс обморожения всякие Безусловно, безусловно Потому что шел-шел человек Ну очень устал Думает, дай Посплю на остановке Нет, ну не то, что прям посплю Он смотри, дай-ка я посижу А пьяный человек Очень сильно пьяный человек Он как? Он присел такой Но он потом через 2 минуты такой думает Как я устал сидеть? Дай полежу А потом он устает лежать И автоматически все Заснул, хоп, тут Потом отрезаются пальцы обмороженные А то, может быть, и не отрезаются Потому что человек зарывается Немножко под землю Слушай, ну а вот ты веришь Вот В рай для рыцарей Госпитальеров И вот И почему в наше время Среди медиков Такой низкий процент верующих Хотя вот 100 лет назад Верующих медиков Было значительно больше Ну я вот уже Как бы повторюсь Что нынешним медикам С учетом багажа знаний То есть Средние века И средние века Там много лечили кровопусканием И прикладывая там Допустим крестик к колбу Сейчас просто уровень Знаний и технологий Инструментальных всех этих Он достиг действительно Больших высот И вот эта вот вся Религиозная фанатичность Она действительно не помогает То ли вирусы развиваются Быстрее чем религия То ли она Не нужна Но я склоняюсь Как бы ко второму Потому что она не нужна Послушай Вот смотри У настоящих воинов Допустим Там где-то Существует там Где-то в Норвегии Да Вальхало Ну есть такое Да Это викинги А вот Представляешь там Вальхало для рыцарей Госпитальеров Где все сидят в белых халатах И что И колят себе морфий И что Промедал И пьют спирт Пьют спирт И колят друг другу Витамин Б6 Б12 И магнезию С экстрактом алоэ Что вот самые больные Уколы которые есть Но вот если только так И друг друга реанимируют Там регулярно Ну да В принципе Ну только так Это может быть Выглядеть Сегодня займемся Да пореанимируем Друг друга Ну да Происходить Короче вы себя тоже Причисляете к рыцарю Госпитальеру Если такое Орден рыцарей Госпитальеру Если такое продвинуть в массы Я думаю В принципе Когда Десять там миллионов Докторов Поверят в это Это наверное появится Чисто вот Метафизически Оно начнет существовать Действительно Виталий Николаевич Присканье Ко нашему Доктору Нефти Я думаю Хватит Ну За рыцарей Госпитальеров И за то Что прайд Для них появился Ну Виталий Николаевич Поддержит Ну как Ну а что Кодачию тут Не каждый день С врачами Спасающими Людям Жизнь Скорой помощи Тем более Скорой помощи Это Самая первая Доврачебная Медицинская помощь Главное вовремя Чтоб успеть Успели Да Подъехать Главное вовремя Остановить Да